Здравствуйте, я Доставалова Алина Викторовна. Представляю интересы жителей, проживающих по адресу город Энгельс, улица Полиграфическая, 81. И также сама являюсь собственником одной из комнат, находящихся по данному адресу. Мы хотели бы обратиться к Бусаргину Роману Викторовичу и Краснову Игорю Викторовичу с такой просьбой обратить на нас особое внимание, так как у нас общежитие 1938 года. В 2021 году оно признано аварийным и должно по постановлению быть расселено 26 августа 2024 года. Но, к сожалению, несколько месяцев назад мы узнали, что окончание нашего расселения перенесено на 31 декабря 2026 года. Также, неоднократно обращаясь в официальный чат Энгельского муниципального района, а именно к Плеханову Дмитрию Петровичу с вопросом о том, по какой причине мы не вошли в федеральную программу по расселению аварийного жилья, нами ответ так и не был получен. То есть мы не в доумении, почему мы не попали в федеральную программу, а остались в муниципальной программе, в которой в бюджете не заложены деньги на расселение аварийного жилья. Просто попросту в бюджете нет денег на расселение по муниципальной программе. У нас большой вопрос, будем ли мы действительно расселены до 31 декабря 2026 года, либо нас и дальше также будут отодвигать, может это и на 2028 год, и на 30 год. А тем не менее, у нас общежитие с деревянными перекрытиями, в котором ни разу не был произведен капитальный ремонт. Из удобств у нас имеется только холодная вода, газ на третьем-четвертом этаже, на втором она отсутствует, ну и отопление. Душевых кабин, горячей воды у нас нет. На один этаж в 30 комнат у нас только имеется одна общая кухня и один санузел на два посадочных места. В доме, в общежитии проживают многодетные семьи, пожилые люди. Проживают они здесь с опаской для себя, что в один прекрасный момент это попросту все может рухнуть, просто сложиться. По причине того, во-первых, ненадлежащее обслуживание управляющих компаний всех коммунальных узлов, то есть это водоотведение, затем электрическое снабжение, скажем так, плюс в подвале постоянно стоит вода, что приводит к разрушению фундамента, к разрушению несущих конструкций. В принципе, они уже в подвале и так бетон сыпется, железо ржавеет, подвержена коррозии. Вдобавок ко всему у нас рядом, непосредственно вблизи с нашим общежитием, строятся большие высотные дома, жилые комплексы, что также способствует тому, что дом просто может рухнуть. Мы просто переживаем. Вбиваются сваи очень близко. С учетом того, что конструкции порядком изношены, может беда произойти в любой момент. Мы вас очень просим, пожалуйста, обратите на наше общежитие пристальное внимание. Мы не можем жить в таких условиях. У нас очень много людей, кто вынужден снимать жилье по причине того, что здесь проживать просто невозможно. Платежки приходят высокие по сравнению с другими общежитиями. Сколько мы можем терпеть вот такой беспредел? Администрация просто не обращает внимания. Мы неоднократно туда ходили, неоднократно обращались. Ни ответов, ничего на наше обращение не поступает. Ну нельзя так. Еще добавлю. У нас очень много всяких клопов, тараканов. Жить просто невозможно. Постоянно травим, постоянно это и все равно. Нам невозможно. Помогите нам, да. На втором этаже нет ни душа, ни горячей воды, ни газа нет. Ничего. Ничего.